Итак, друзья, старт продаж RTX 4070 в России произошел. Первый магазин, который продает RTX 4070, это DNS, но это не точно. Сейчас перепроверим. Короче, друзья, в чем особенность? Я заходил в каталог, искал RTX 4070, не нашел. Но через Яндекс.Поиск, почему-то через Яндекс.Поиск у меня нашелся в DNS RTX 4070. Как вы видите, я его добавил в корзину, проверил, можно ли добавить в корзину. То есть, можно его добавить в корзину, то есть, его, соответственно, можно и купить. Стоит 67 тысяч. Значит, сейчас, конечно, подросли RTX 4070 Ti. Но, короче, на 10 тысяч дешевле, чем RTX 4070 Ti. Вот такая вот цена на 10 тысяч дешевле. Вот, значит, 3 года гарантии от MSI стоит 67 тысяч рублей сейчас. Вот единственный вариант, который я нашел. Значит, что касается цены. Теперь, что касается энергопотребления. Мне лично стало интересно, почему-то энергопотребление. Так вот, энергопотребление 186 Вт примерно. То есть, это уровень производительности, энергопотребление. Мои видеокарты, скажем, RTX 1080. О, GTX, прошу прощения. 1080. Представьте себе. Между ними разница. В 7 лет. В 7 лет. И энергопотребление одинаковое. Но производительность просто колоссальная. Теперь по поводу, давайте перейдем к производительности. Без включенного, значит, DLSS. Кстати, DLSS. Короче. Третьего против второго поколения, насколько я помню. Либо четвертый против третьего. Ну, короче, понятно, что у 4070, RTX 4070, DLSS выше поколения. И, соответственно, тестеры его выключили. И там, конечно, будут показатели лучше с DLSS. Но, естественно, в бенчмарках надо выключать все эти DLSS, чтобы была честная производительность. Ну, вот в игре Spider-Man Miles Morales разница между 3080 и 4070. Значит, давайте смотреть AVG, AVG. Ну, короче, в 3 FPS разница. Дальше смотрим. Здесь у нас игра Cyberpunk 2077. Разница в 4 FPS. 4 FPS. Причем, RTX 3080 еще и выходит на 4 FPS. По производительности он выше. Вот. Естественно, без DLSS. Так, дальше. Игра. Pledge Tale. Если я правильно прочитаю. Requiem. Значит, тут одинаковая производительность. Тоже без... Все это без DLSS. И в разрешение 1400P. Блин, такие маленькие FPS. И всего лишь, я думаю, в 4K тут 1440P. Короче, дальше. Resident Evil 4. Значит, у RTX. Вот здесь вот отрыв. У 4070. Ну, примерно на 10%. Да. Примерно на 10%. Не примерно, а ну вот 10% производительность выше у RTX 4070. А Red Dead Redemption производительность опять же у 4070 выше. И опять же примерно на 10%. Относительно 3080. Потом у нас идет игра Horizon 5. И у RTX 4070 тоже производительность. Но тут уже больше, чем 10%. Ну, скажем, 12%. Вот. После идет, значит, игра Microsoft Fly Simulator. И здесь 3080 вырывается на 2 FPS. Вперед. Опять же, все это еще раз в 100 миллионов раз повторяю. Без DLSS включенного. Опять 3080. Средний FPS. Тоже выше на 2, значит, гигабайт на 2 FPS. Значит, в игре Hogwarts Legacy. Ну, и The Last of Us Part 1. Соответственно, производительность опять же на 1 FPS больше у 3080. Но это ясно, что это может считать одинаковая производительность. И опять же, у игры Hitman 3. 3080 опять же вырывается на 4 FPS. Но это уже не буду. Это уже меньше даже процента. Или процент. 2 процента, короче. Даже будет 4 FPS больше. Ну, короче, друзья. Все, что нам обещали. Все оказалось лажью и ложью. Давайте теперь проверим по цене. По чем сейчас можно купить RTX 3080. Потому что если цена окажется... Так, 75 тысяч рублей. Ну, друзья. Ладно. Пока что действительно выгодно покупать RTX 4070. Потому что DLSS следующего поколения. И еще и, значит, производительность примерно такая же, да, как у... Где-то выше, где-то ниже, где-то такая же. Но энергопотребление просто феноменальное. Ну, я вам в этом уже рассказал. Теперь то, что по производительным, по характеристикам. Вот, пожалуйста, шина 192 бита. Кстати, против RTX 3080. Где у нас шина, значит, 320 бита. 320 бита. Сравните с 192 бита. Блин, это, конечно, феноменально. Поэтому и вырывается в некоторых играх именно RTX 3080. Вот, ну, вот здесь в характеристике число блоков, вычисленных блоков 46. Число операций 128. ЛУКуда в блоке. Значит, суммарное количество блоков Куда. ЛУКуда 5888. Число блоков текстурирования 184. Число блоков растрелизации 64. Число блоков растрелизации 46. Число цензорных блоков 184. Ну, короче, вот они. Нажимаем поставить на паузу. Почитать цену. Запланировали около 72 тысяч. Но я вам еще рассказал, что сейчас можно купить, да, показал за 67 тысяч. Насколько есть. Я уже... Друзья, вот так что 67 тысяч, да. Цена... Напишите вообще, вы купите за такую цену? Потому что за такую цену, по-моему, совсем недавно подавалась RTX 3080. Так, давайте сейчас посмотрим в Яндекс.Маркете. Можно ли купить 4070. RTX 4070. Ти-очка, ти-ай. Да. Да, видите, так. Так. Ти-ай, ти-ай. Да, пока что ДНС только единственный магазин, который продает все остальные. Прошу прощения, торгуют 4070. Ти-ай. Ну, и вот Озон. Остался последний вариант. Но тут тоже ти-айки. Тут тоже... А, вот. Вот. Нашел, наконец-то. 4070. 469 тысяч рублей. Вот. И от Полита. Ну, у них, у Полита очень хорошая система охлаждения. Выглядит она, конечно, внушительно. Так. Вот еще одна. 4070 в 82 тысячи рублей. Ну, непонятно, 82 тысячи зачем за 82 покупать 4070, когда можно купить тут же за 81 4070 Ti. Это, конечно, вопрос. Остается открытым. С 47 он тоже можно купить за 76 Ti. То есть, где логика? То есть, вам предлагают купить RTX 4070 за 82 и тут же предлагают купить 4070 Ti за 76. Ну, хотя это Colorful против Colorful. Причем одинаковый еще и производитель. Да. Ну, вот, друзья. Вот, вот, вот еще одна. Полит 4070 уже за 69 тысяч рублей. Так. Давайте по цене. По возрастанию цены. Ну, опять же, видите. Ну, спасибо. Как всегда, фильтрация. Просто феноменально хорошая. Предлагаю. О, вот, видите. Вот, вот, друзья. Самая нижняя цена сейчас на RTX 4070. Это 64 тысячи рублей. 64 тысячи. Мне кажется, сейчас можно купить за такую цену. Вполне себе. Вот. Единственное, что, скорее всего, будет из Китая. И вообще неизвестно, будет ли гарантия. Но, друзья. Что хочу сказать. Это то, что... Вот уже 64 тысячи уже цена привлекательная. Потому что это точно... А, давайте посмотрим, почем сейчас можно купить самую дешевую RTX 3080. И вообще тогда делаем вывод уже конкретно. Так, 3080. Ну, вот, я вижу, самая дешевая, дешевая, 69 тысяч рублей. То есть, если честно, друзья, по популярности, по самые недорогие в начале. 3080 Ti предлагают за 28 тысяч рублей. 3080 Ti за 32 тысячи рублей. 3080 за 42 тысячи. Друзья, ну, я думаю, что можно было бы купить и на 3D за 42 тысячи на Озоне. Либо, не знаю, за 42 тысячи. А, это 3060. Вот тут в скобочках. 3060 Ti. 3060 Ti. Классно. Видеокарта написана 3080 Ti, а в скобочках 3060 Ti. Ну, тогда тут понятно. 3080 за 42 тысячи. Вот, за 57. Ну, опять же, все это надо перепроверять. И, если честно, за 49, конечно, лучше тогда купить сейчас 3080. Потому что, потому что, потому, потому что, очевидно, вопрос, очевидно. Потому что дешевле и производить примерно такая же без DLSS. Друзья, вот, собственно, и все. В России действительно старт продаж RTX 4070. Но это, возможно, не то, что мы ожидали. Ссылки, как всегда, в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания.